В Харькове сегодня митинговали возле облсовета. Люди требуют расследовать нападение на Дмитрия Булаха. Это местный антикоррупционер, которого вчера жестоко избили, у пострадавшего черепно-мозговая травма и переломы ребер. И коллеги связывают эту атаку с его профессиональной деятельностью. Все подробности знает Светлана Шекера. Активисты с плакатами с утра под стенами обладминистрации. Сегодня здесь началась сессия облсовета. На ней глава общественной организации Харьковский антикоррупционный центр Дмитрий Булах должен был сделать ряд громких заявлений. Но накануне его сильно избили. На активиста напали средь бела дня, когда он шел на работу. Это случилось в полдень. На Дмитрия Булаха напали здесь, на аллее, ведущей к станции метро Харьковский тракторный завод. Двое неизвестных подошли сзади и ударили трубой по голове. Дальше уже на земле добивали ногами. Когда нападающие скрылись, Дмитрий смог сам подняться, позвонить родным и вызвать скорую. В больнице диагностировали тяжелые травмы. Черепно-мозговая травма, травма органов грудной клетки. Оказана необходимая помощь. Экстренной операции не планируется. Она может потребоваться в будущем. Сам Дмитрий разговаривать не может. Травмирована челюсть. Коллеги связывают нападение с профессиональной деятельностью Дмитрия. В качестве главы Харьковского антикоррупционного центра он занимался расследованием резонансных коррупционных дел. Рассказывал о том, как городские чиновники раздавали землю своим людям. Писал о махинациях во время восстановления домов в Балаклее после взрывов на Арсенале в марте этого года. О повышении тарифов Харьков водоканалом и декларациях чиновников. Недавно на своей странице в Фейсбуке анонсировал новое расследование о добыче газа в регионе. У него ничего не забрали, ничего не пропало. Это было показательное демонстративное нападение средь бела дня. Возможно, с целью запугивания или какого-либо воздействия. Полиция нападавших пока не задержала. Возле больничной палаты Дмитрия сегодня появилась охрана. Коллеги говорят, начатое им дело не бросят. И сегодня на сессии сообщили о новых фактах коррупции.